Здравствуйте, дорогие мои! С вами Одесситка из Швейцарии. И сегодняшний влог я посвящу Международному женскому дню. Как его отмечают в Швейцарии, что это вообще за праздник и как грустно он прошел у меня. Об этом в сюжете. Кто еще не подписался на мой канал, может это сделать прямо сейчас. А я продолжу. Я хочу поздравить всех наших женщин, бабушек, мам, мам, сестричек, внучат. Всех-всех-всех поздравляю с Международным женским днем. Многие недоумевают, что же это за праздник и почему его не празднуют в Швейцарии. Во-первых, этот праздник изначально предполагался Кларой Цеткин и Розой Люксембург, что этот день – борьбы за права женщин. Как минимум, это праздник феминисток, которые, в принципе, хотели независимости, хотели таких же прав, как мужчины, иметь. И, в принципе, благодаря им мы сейчас и имеем вот эту свободу и возможность работать и так далее. В Швейцарии, например, в этот праздник проходит много забастовок либо каких-то демонстраций, где женщины выходят опять-таки с темой за борьбу своих прав, за уравнение зарплат, за повышение декретного отпуска. То есть он у них никак не вяжется с какими-то подарками от мужчин. Потому что, в принципе, этот праздник предполагал как-то, наоборот, эмансипацию женщин и переход их на совершенно другой уровень. Ну, как бы у нас принято, что в этот праздник все мужчины бегают по магазинам 7-го числа, чтобы купить подешевле цветы, естественно, потому что 8-го ты их уже не найдёшь. И как бы обязаны мужчины всех поздравить не только своих домашних женщин, а также сотрудниц, а также каких-то коллег, знакомых, друзей. Что хочется сказать вот по поводу наших швейцарских мужчин? Всё зависит от мужчины. В моём случае я вообще очень спокойно и ровно отношусь всегда к подаркам. Я никогда их не требую, не вымогаю и, честно говоря, не жду. Но, несмотря на это, всегда их получаю. Кто знает моего Бриата? Он очень романтический мужчина. И когда мы с ним познакомились, это был конец января. И на 8-е марта он мне устроил огромный такой вот сюрприз. То есть он почитал в Википедии, где-то там в интернете, нашёл, что у нас этот праздник очень отмечают и очень ценят. И он как бы решил меня вот таким образом удивить. Для меня это было очень удивительно, потому что я на тот лет уже 5 лет прожила в Швейцарии. И как бы у меня был немножко другой опыт со швейцарскими мужчинами. Мужчина, который добровольно сам узнал про наши традиции, обычаи и вдруг решил их, значит, воплотить в жизнь. И что меня очень радует как маму, что он поздравляет не только меня, но и как бы моих дочек. То есть он понимает, что это праздник всех женщин, от мала до велика. Потому что, в принципе, здесь есть такой праздник, как День Матери. А День Дочек уже как-то бы швейцарец бы не понял. Но как бы он понял этот праздник правильно. А теперь я покажу вам, как прошло моё 8 марта. Будет немножко грустно, но это жизнь с первого дубля. На утро меня ожидал шикарный накрытый стол, 3 букета цветов с разными предпочтениями. Я люблю мимозу, Катя любит тюльпаны, Милана любит полевые цветы. Но самый лучший подарок и самый дорогой для меня, это то, что он выдраил террасу и засадил её весенними цветами, которыми мы будем наслаждаться аж до самого лета. Ещё радует то, что сделал Беат это. В тайне от меня, пока я была на работе, абсолютно незаметно. И это был действительно для меня сюрприз. Но проснулась я в очень ужасном состоянии. Всем привет! Сегодня 39,1. 8 марта проходит у меня в постели. Знобить жутко. И Владик мне сейчас подарил на 8 марта подарок, термометр. До этого у нас его не было в доме. Никогда мы им не пользовались. Очень надеюсь, что это всё быстренько закончится, потому что я давно так не болела. И Белат так старался. Он с утра накрыл такой бранч красивейший. Сейчас он делает ужин. Придёт Катя к нам за стол. А я утром села, я даже не могу. Кусок в горло не лезет, мне прям отташнивает. Надеюсь, что это просто какое-то простуда, либо грипп какой-то непонятный. Ломит все суставы, ноги. Я надеюсь, что до среды я очухаюсь. Всем отличного! 8 марта вы болеете, берегите себя. Этот день был полон сюрпризов. Потом мне доставили цветы инкогнито. Как было приятно узнать, что эти цветы от моей старшей дочки, которую мы, естественно, пригласили вечером на ужин. Такой вкусный салат Биат сделал. С клубникой, с перчиком. А здесь грейпфрут со свёклой. Я надеюсь, что мне хоть чуть-чуть получится поесть. Немножко легче стало. В итоге вечером вся семья дружно собралась за одним столом, и я, как мама, была счастлива. И на этом фоне мне даже стало легче, что на следующий день я проснулась без температуры. Я ещё раз поздравляю всех наших девчонок, их мам, бабушек и дочек с этим праздником. Пусть будет в нашей душе хоть какая-то отдушина. Будем нести дальше свои традиции. Опять-таки, не навязывая их никому, но в то же время всегда, как бальзам на душу, будет греть нам то, что всё-таки наши традиции чтутся, уважаются и таким образом выделяют этот праздник среди каких-то серых будней. Ну всё. Кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И увидимся в следующем сюжете.